Нашу съемочную группу пригласили на семинар под названием «Интеграция науки и производства». Сегодня в город Тарас съехалась научная интеллигенция Акимобласти, Акимрайонов, а также главы крестьянских хозяйств. Главная цель сегодняшнего мероприятия – обсудить текущее положение дел, а также предложить инновационные решения для отрасли сельского хозяйства. Под грамотным руководством аппарата Акима Жамбулского области совместно с Казахским национальным аграрным университетом было организовано данное масштабное мероприятие. Да, масштабное, потому что на кону стоял вопрос апгрейда агроотрасли всей области. Без того Жамбулск область славится передовыми достижениями в сфере сельского хозяйства. Но в последние годы очень остро стал вопрос о рациональном использовании земель, улучшении технологий полива и увеличении объемов урожая. Сегодня в Тарас приехала большая делегация. 50 ученых из Казахского национального аграрного университета приехали в Жамбулскую область с очень ответственной миссией – внедрить достижения научных исследований в сельское хозяйство. Прошлый год был очень урожайным для Жамбулской области. Было много дождей, а это значит, что воды было очень много. С поливом земель не было проблем. Собрали 24,5 центнера урожая с каждого гектара земли. Потому что в 2015 году мы также все собирались – фермеры, ученые – и обсуждали текущие проблемы. И в 2016 году, как итог плодотворного сотрудничества, собрали рекордный урожай. Наше самое главное достижение – это то, что общая сумма сельскохозяйственной продукции в прошлом году составила 227 миллиардов тенге. По сравнению с 2015 годом эта цифра возросла на 8%. В области занимаются выращиванием масличных культур. На сегодняшний день элитные сорта дают хороший урожай и радуют высоким качеством. А вообще прошлый год для Жамбулской области был очень результативным. Вложенные инвестиции полностью целиком оправдали себя. В прошлом году для развития сельского хозяйства было инвестировано 16 миллиардов тенге. Сегодня же мы видим, что на уровне районов и всей области сельское хозяйство поставлено на рельсы. Будь то молочное и мясное производство или растеньеводство – все работает как самый точный швейцарский механизм. На сегодняшний день приоритетными задачами агрокомплекса Казахстана являются развитие сельского хозяйства, производство экспорта ориентированной и конкурентоспособной продукции, а также создание продовольственной безопасности. В рамках данного пошагового действия принята государственная программа развития агропромышленности до 2021 года. Также с начала года приняты законы о кооперативах и пастбищах. У нас есть реки Чу-Талас. Мы должны научиться пользоваться их водами. И земли, которые расположены около этих рек, тоже должны быть освоены и использованы с умом. Потому что глава государства в своем последнем послании акцентировал внимание на рациональном использовании земель. В течение пяти лет мы должны увеличить процент используемых земель до 40%. То есть довести площадь, отведенную под сельское хозяйство, до 2 миллионов гектар. Перед нами, перед участниками сегодняшнего мероприятия, стоит ряд задач. Определить земли для пастбищных угодий. Систематизировать отрасль сельского хозяйства. Обеспечить пищевую безопасность в стране. Научиться использовать подземные воды. На эти темы и идет сейчас бурное обсуждение за нашим круглым столом. Еще один немаловажный вопрос, который поднимался в ходе семинара – эффективное использование водных ресурсов. В области насчитывается 117 мелких и крупных водохранилищ. И поэтому вопрос о рациональном использовании воды для полива земельных участков стоит ребром. А это значит, что в кратчайшие строки необходимо внедрить водосберегающие технологии сельскохозяйственных культур. Если говорить о Жамбылской области, то вся страна знает, что это аграрный регион. Но на сегодняшний день мы на 80% зависим от водных ресурсов соседней страны, то есть от Кыргызстана. Вода вроде как есть и вроде как ее нет. В связи с этим назрела острая потребность в объединении усилий фермеров и ученых для поиска решения данной проблемы. Если говорить о Кыргызстане, то наши соседи умудряются получать урожай 2-3 раза в год. Это происходит в Ферганской долине в районе Ош. Наша земля располагает тем же потенциалом. У нас есть все возможности, чтобы тоже получать урожай несколько раз в год. Почему бы не получать урожай 3 раза в год? Именно такой вопрос мы сегодня ставим нашим ученым. Для того, чтобы получать урожай несколько раз в год, необходим пошаговый план. За него отвечают ученые, которые в эти дни приехали в Тарас. Именно с их поддержкой будут оценены возможности выращивания той или иной культуры на заданной территории. В связи с этим гости, съехавшиеся в древнейший город страны, посетят 10 районов области и займутся решением данного вопроса. По итогам разработают и внедрят технологию по выращиванию двух урожаев в год. Вместе с тем будет вестись работа с главами крестьянских хозяйств, с фермерами по поводу кредитов и субсидий. Данные работы будут носить разъяснительный характер, потому что кто-то знает, а кто-то не совсем осведомлен на эти темы. На сегодняшний день есть ряд программ, разработанных государством для поддержки сельского хозяйства. Это Рыз, Интымак, Берике и Берлип. Если говорить, к примеру, о программе «Нтымак», то мы знаем, что она нацелена на поддержку сельскохозяйственных кооперативов. Это значит, что государство оказывает хорошую финансовую поддержку для молочной переработки, мясного производства, закуп необходимого оборудования и занятия растениеводством. Разумеется, главные действующие лица на данной площадке – это сами сельхозтоваропроизводители. Алимжан Кушалиев приехал из Курдайского района в качестве представителя крестьянского хозяйства «Хакпатас Курдай». Тема его доклада звучала как получение высоких надоев в молочном скотоводстве. Я приехал из Курдая. Мы работаем в аграрном секторе, занимаемся животноводством. В прошлом году открыли ферму на 600 голов. У нас доильная ферма. Ежедневно на дойку идут порядка 400 коров. В день получаем 7 тонн молока. Сдаем в Курдайский район, в село Куликовское. Но, к сожалению, очень часто бывает неосвоение, то есть всего одну-две тонны молока перерабатывают. Остальное пропадает. У нас в хозяйстве дойка происходит в автоматизированном режиме. У нас новые технологии. Каждая корова стоит отдельно. Есть хороший ветеринар, который следит за их состоянием каждый день. Работаем в направлении молочного производства. Приехал Алимжан Кушалиев с конкретной целью узнать возможные пути отправки молодых специалистов на обучение за рубеж. На конференцию я приехал для того, чтобы разузнать, что да как. Хотим отправить своих молодых специалистов на обучение за границу. Это и нам, и им очень выгодно, потому что нам нужны высококвалифицированные кадры, профессионалы своего дела. Конференция предоставила площадку для работников сельского хозяйства из 10 районов Жамбутской области. Все они приехали, чтобы получить глоток свежего и нового. Как говорил глава государства, мы должны создавать кооперативы, рационально использовать наши земли и водные ресурсы. В рамках его послания проводится огромная работа. Поэтому, я считаю, наш сегодняшний круглый стол внесет свою лепту в развитие сельского хозяйства области. Наши ученые привезли свои научные труды для каждой отрасли сельского хозяйства. Создание безопасности пищевых продуктов, повышение качества сельскохозяйственной продукции. Животноводческое направление, растениеводство. Все это нашло отражение в трудах наших ученых. Всего мы привезли с собой 45 работ по сельскому хозяйству. Обсуждение всех насущных тем происходило в трехстороннем порядке. Это и придает большой размах и огромную значимость данному событию. Бесспорно, сотрудничество сельхозтоваропроизводителя, представителей власти и ученых даст свои плоды уже совсем скоро. Аграрный сектор – драйвер экономики. Именно под таким лозунгом прошла сегодняшняя конференция. Помимо обсуждения важных вопросов в отрасли сельского хозяйства, гости мероприятия также посетили крупные крестьянские хозяйства Жамбулской области. Казахстанский рис уходит в Иран. Первая партия казахстанского риса Ту-Ахтубе-Ика, Кармакшинского района по 500 тысяч тенге за тонну отправлен в Иран. Для сравнения, на внутреннем рынке местные рисоводы реализуют рис по 150 тысяч тенге за тонну. В области ведутся работы по налаживанию сбыта риса в Китай и Турцию. Морские порты России в январе и феврале текущего года увеличили объемы перевалки зерна до 4,5 миллионов тонн. Об этом сообщила Ассоциация морских торговых портов Российской Федерации. В целом, по итогам первых двух месяцев текущего года морские порты России увеличили грузооборот на 8%. В сравнении с результатом января-февраля годом ранее до 115 миллионов тонн. Беларусь и Египет создадут совместный агропромышленный комбинат. В состав агрокомбината войдут молочно-товарный комплекс на 3000 голов КРС, тепличный комплекс по выращиванию овощей в закрытом грунте и мясо, перерабатывающие цеха. Объект планируется расположить на севере страны, рядом с Александрией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова